Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Начинается программа «Без антракта». И сейчас с нами на прямой связи ее ведущий Евгений Шарменева. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да. Ну или добрый день уже для тех, кто встал раньше. И сегодня с нами на связи также участник программы, наш гость, актер нового театра, Рижского нового театра «Гундер Сабболин». Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Отлично. Да. Спасибо большое. Можем начинать программу. Спасибо большое, Олег, что вы нас подключили. Мы сегодня работаем каждый из своего дома. Гундерс у себя дома, я у себя дома. Потому что театры не работают. Репетиции проходят у многих тоже в зуме. Кто-то встречается в театре, но редко. Ну, в общем, как-то жизнь немножко затихла и переместилась опять в интернет. Да, Гундерс? Ну, да. Так получается. Через облако. Понимаете, это как бы все в облаках. Ну, информация в облаках. И мы тоже все перемещаемся в эти облака и начинаем общаться через облака друг с другом. Как ты вчера сказал, у нас по заливу расстояние меньше, чем если бы мы с тобой встречались, ехали через Ригу, да? Да, потому что я живу у моря. Ну, не до такого от Риги, но ты чуть подальше. Но если впрямую, то это намного бы улучшило качество воздуха в Риге. Пора переходить. Я пару раз пересекал Рижский залив так поперек. Ну, очень интересно. Да ты что, это интересно, да. Это ты ехал от Кулки? Я ехал из, если быть уже точным, мы ехали из там, где река Лелупе попадает, это Юрмала, и ехали до Лапмеш-Цемс. Ну, там другая основа этой поездки. Мы пересекали всю Латвию по 57-й параллели. А, мы не могли спить. Которая пересекает Латвию. От русской границы до западного побережья, и мы ехали впрямую. Мы не могли спить с маршрута. Ну, так, огородами. Была такая акция, это было в 1999 году, потом еще мы продолжали через море, через Балтийское море ехали в Швецию, потом в Данию, а потом закончились деньги. И вы уже другими маршрутами вернулись обратно. Да-да, но возвращаться надо было другими маршрутами, а туда ехать мы принципиально, по параллели. Но если мы допускаем, скажем, 3-4 километра севернее или южнее, даже может быть и меньше. Гондар, я тебя спросила про Коку, потому что я помню очень хорошо, как в начале 2000-х в Новом Рижском театре был такой спектакль, который назывался «Латышские истории». Это был такой опыт документального театра, когда актеры Нового Рижского театра сами искали своих героев, собирали у них истории, потом эти истории трансформировали в какой-то рассказ драматургический, и потом с этим рассказом выступали уже перед зрителями. И это было, я не помню, там 30 у вас историй было, да, всего? Вы играли в несколько вечеров. 25 или 24 были. Ну вот, да, я помню, что было очень много. Вы играли в несколько вечеров это все. Я почему рассказываю, потому что мне кажется, что даже недавняя история, она как-то так быстро уходит из памяти, и мне хочется ее сохранить в наших беседах. И это был какой-то срез просто латышского общества на тот период времени, и людей, которые жили в стране в тот период времени. Были очень разные истории про очень разных людей. И ведь у тебя был какой-то старый рыбак Сколкин. Ну, он не просто старый рыбак, он капитан. Так. Это был Ливский, как его называли друзья и знакомые, потому что его знали все в это время там, ну, те, которые там жили. Ну, каждый о нем мог что-то сказать. Это был Гунарс такой, он был капитаном рыболовецкого, такой маленькой рыболовецкой шхуны. Он вообще-то сам из Мазырбе, это чуть-чуть уже около, это уже не Рижский залив, а Балтийское море, но не такой от Колкин. И, ну, он работал в рыболовецком, когда были эти артиллярии, колхозы как-то, ну, там он в Колкен работал, да, там правильно все. И тогда он уже всю жизнь проработал на этой рыболовецкой шхуне, и был сначала там моряком, потом штурманом, потом уже капитаном. Ну, экипаж там пять человек, капитан. И потом он, ну, да, такой, особенно наблюдатель жизни, у него про все были свои теории, как это все надо делать, как надо жить, как с этим, с проблемами там такими будничными справляться. И я как-то его нашел, на него вышел. Мы искали таких людей, которые неизвестны, там, из этих обложек журналов, которые не выступают по радио, о которых не пишут газеты. Мы каждая, это был такой основной принцип, найти таких людей, о которых мы до сих пор не знали, я и о нем ничего не знал, но жизнь которых достойна того. Ну, это жизнь каждого человека достойна, но там есть столько интересного, что о нем можно сложить такой портрет, и мы создавали такие портреты этих людей. Ну, я как-то вышел на него, познакомился, пожил там, рядом с ним недалеко, мы там каждый день беседовали, разрешали на машине. Он все рассказывал, рассказывал. Ну, чтобы все зафиксировать, что он не рассказывал, там надо уже десятисерийные фильмы снять. А у тебя была короткая история. Так? А у тебя была такая короткая история, у вас был один вечер из трех историй, я помню, да? Да-да, но мы эти все 24, кажется, мы разделили на шесть спектаклей. Ну, были подлиннее, покороче эти истории, и было шесть спектаклей, и ты мог покупать, ну, спектакль номер один, номер два, номер шесть, и в нем рассказывается история. Первая, седьмая, четырнадцатая, скажем, да? И Зидин покупал билеты, и он в течение нескольких сезонов мог собрать полное, так сказать, полное собрание сочинений. Полное собрание рассказов о жителях Латвии. Да. Да, я помню. Скажи, пожалуйста, вот мы с тобой договорились, что мы поговорим сегодня о том, с кем тебя столкнула театральная жизнь, с кем тебе повезло работать, с кем, кого ты помнишь, о людях, которых ты встречал. Я почему с этого начала? Мне показалось, что это тоже влияет на развитие актера, вот встречи такие, с твоим героем, которых ты встретил. Да, извини, я сейчас попробую, вот, я, понимаешь, ох, так лучше. Я просто эту резолюцию поменял, чтобы я тебя лучше видел. Это знаешь, как бабушка там, волк переоделся в бабушку, да? А я тебе ближе, я тебя плохо вижу. Да, теперь ты меня видишь и слышишь лучше. Прости, я тебя перебил, прости, пожалуйста, продолжаем. Так вот, ведь твоя театральная жизнь началась очень рано. Ты еще не был профессиональным актером, но уже выходил на сцену. Что мы имеем в виду под определением профессиональный актер? Ну, человек, который получил образование, получил какие-то навыки актерской профессии. Или ты это впитал с молоком своей мамы, знаменитой актрисы? Ну, с молоком моей матери я впитал этот яд, эту вакцину я получил в 1960 году. И с молоком матери, она меня кормила в перерывах между репетициями и спектаклями, я там вырос в театре. Ну, как и многие дети актеров. Ну, сейчас это, наверное, сложнее, может быть. Но тогда это просто было нормально, что детей брали там с собой и кормили грудью даже в каких-то паузах. Мужчины курили, женщины кормили. И так это было. Но первый раз на профессиональную сцену. Понимаете, вот недавно я как-то об этом тоже задумался, как это было. Недавно был пример фильма о выдающемся актере, на мой взгляд, про одного из самых талантливых, богом одаренных актеров театра и кино. Улис Пуцитис. Латвийская телевидение сняла фильм про него, потому что позавчера был день его смерти, там прошло 20 лет после его ухода из жизни. Это выдающийся актер. И мне с ним тоже пришлось работать вместе. И в театре, в молодежном театре у Шапира в Пергюнте. И было такое, вот сейчас как назвать, «Санкнота слегка», «Разорённый червь» Гунар Преда, латырского драматурга, который Шапира поставил в таком комедии дил арте, в стилистике, в жанре таком. Там мы работали. Но первая встреча, выход на профессиональную сцену, мне было 5 лет или 6, может быть, я уже точно не помню. В 1966 году меня взяли на гастроли, и я вышел в роли ребёнка. Ну, тогда все дети актёров участвовали, играли в роли детей. И мой первый профессиональный партнёр на сцене профессионального театра, это было в Лепо и тогда, в гастроли, был именно Улвис Путикс. А так сознательно за то, что я получил и, так сказать, небольшое вознаграждение, это было в 1977 году, в октябре, когда художественный театр, и Дайл из театра перешёл на новое здание. Нас, мы тогда учились, я уже закончил тогда, я уже был студентом первого курса театрального факультета, но до этого я закончил 3 года образования, это как профессиональное среднее образование. Была такая студия киноактера при Рижской киностудии, многие там известные, по-моему, или того Золини тоже окончил эту студию, и многие, я уже всех, Иварс Каллинч, многие, очень многие, это было, как сказать, подготовительный такой фарм-клуб в хоккее, да? И мы играли, там была, спектакль был поставлен тогдашним руководителем, и моим учителем, и педагогом Арнодом Лыненьшем, назывался «Последний барьер». Мы там все играли этих заключённых, малолетних заключённых, которых потом выросли ректор Академии культуры, следующий директор художественного театра, один из ведущих певучих актёров и партнёр Раймонда Паулса Харрис Спановский. Мы там все сидели, ну, кто за что. Статью уже не помню, спрашиваю. Скажи, это тоже был похожий на документальный спектакль, он был художественный, но был основан на документальных событиях, да? Правильно я понимаю? Нет-нет, там документальные события, там лежала в основе книга одного журналиста, который был писателем, Андрейс Дриппет. И он работал преподавателем и педагогом в колонии, в ЦЕСИС, была такая колония для малолетних заключённых, и он написал книгу, вот это уже художественная литература, и они сделали на базе этой книги. Ну, в любой книге есть в основе какие-то события или переживания жизни, но это не документальные. Ну, там, конечно, имелись какие-то прототипы, но это уже, мы уже переходим в сторону. Другую историю с тобой переходим. Как? Итак, ты вырос в молодёжном театре. Да. А когда учился, учился при киностудии в студии, кстати, я хотела сказать, что вот Олег Павлович Табаков, он же тоже создал такую студию для молодых совсем ребят, из которой они потом поступают уже в высшее учебное заведение театра. Ну, да, похоже на это. Такая подготовка, да, совсем молодых ребят. Потом ты учился, получил образование театральное, да, вот ты говоришь, я учился уже на первом курсе и начал работать в Далес театре. Да. И ты потом... Ну, в студии, в Далес спектакле участвую, да. Да, и ты начал работать, я так понимаю, в Далес театре. Это первая твоя роль, нет? Нет, нет. То есть я учился четыре года, тогда четыре года учились, и мы участвовали в нескольких спектаклях. Но тогда было распределение. Да. И я получил, но это тоже такое, ну, это нечасто бывает, я получил приглашение работать в двух театрах сразу, одновременно. Продолжать работать в Далес театре, в художественном театре, и получил предложение включиться в труппу молодежного театра, в ТЮЗе, в Риге, от Шапира. И я размышлял, думал, как делать, и решил, я перешел в ТЮЗ, в Шапира. Понятно. И проработал там с 82-го до 87-го года, пять лет. Пять лет у тебя была работа с Адольфом Яковлевичем, с Шапира. Посередине еще были студии, я ведь еще приобретал жизненный опыт. Я полтора года служил в Советской армии, в ансамбле Свистопляски, Прибалтийского военного округа. С выдающимися дирижерами, певцами, музыкантами. Вот джазовый пианист Мадарс Каунинш со мной вместе служил. Март Мик, эстонец, сейчас выдающийся режиссер, оперный певец тоже со мной были. Оба сыновья дирижеров Коккерсов, Юрис покойный, к сожалению, и Улвис Коккерс. Айнарс Кнесис, который был солистом камерного хора «Авесол». Ну, там очень… Сержант Сергей Виана Гомес де Фонсеа, танцор. Это из тех, кого привезли в 30-е годы из Испании? Я не знаю. Ну, его отец – выдающийся хореограф, и он работал в Юридическом оперном театре оперы-балета и служил. Теперь он живет и работает хореографом в Испании. Скажи, пожалуйста, Гундерс, а вот как тебе кажется, эта возможность встретиться с людьми вот такой, ну, насильной в некоторой степени? Да, вас забрали в армию, посадили в этот ансамбль песни и пляски. Ну, это мне еще повезло. Были люди, которые поехали в Афганистан. Да. Кстати, тут спасибо подполковнику Вушханцу. Ну, я не знаю, кто там сверху в облаках мою судьбу решил, но вот мы этот так называемый обезьянник, как тогда называли этот распределительный пункт, обезьянник, приехали, и вдруг я слышу, что меня вызывают по этому тюгальнику, какой-то штаб надо идти. Я говорю, какой штаб? Ну, куда там такой, знаешь, бараки какие-то? Ну, там такой одноэтажный домик, захожу, жду там, ну, это вы, Абаринь, да, заходите. Ну, сейчас будет. Он мне ничего не сказал. Написал такой маленькой листовочкой, так называется, увольнительной, да, так описали, чтобы я тебя две недели здесь не видел. Ну, я понял, что надо брать эту бумажку и идти домой. Оказывается, в это время как раз этот самый, ну, ту группу людей, которых туда в тот день прибыли, они все поехали в Афганистан. В том числе и сын секретаря ЦК Компартии Латвии, Атварс Гурис, будущий кинорежиссер, он попал в Афганистан. Кто за меня заступился, я до сих пор не знаю, но подполковнику Вушканцу я до сих пор благодарен, потому что меня, может быть, и не было. Я хочу сказать сейчас, раз мы наткнулись, нашли на эту тему, вчера наш друг Оскар Сокрашуновас, с которым ты тоже поработал это весной, вчера они с Ивашкевичем и с театром Оскара Сокрашуноваса в Литве, в Вильнюсе, делали онлайн-зум-читку уже на литовском языке пьесы «Обморок». Та пьеса, которую Марий Ивашкевич написал по книге Светланы Алексеевича «Цинковые мальчики», и то, что мы тоже читали, Элит и Клявини читала тогда одну из ролей, и у нас были там и грузинская актрисы, и украинская актрисы, и актрисы из Москвы. И я вот очень горжусь тем, что первый спектакль, который сделал Оскар Сокрашуновас в таком формате, ты в нем принял участие. Это было 4-6 мая, мы читали пьесу Мария Савашкевича «Спящие», да, в два вечера, потому что пьеса огромная, история большая. Скажи, пожалуйста, ты ведь такой, ну как бы сказать, я понимаю тебя и очень многих актеров, и людей, которые работают в театре, тем, кому нужен прямой контакт со зрителем. Как тебе показался этот опыт работы в Зуме и опыт работы с Оскар Сокрашуновас? Извини, я так перейду сразу на эту тему. Да, да. Она всплыла таким образом. Думал, что так и будет, да, да. Да, да, да. И мне хочется узнать, что для тебя вот работа с литовским режиссером, фактуры, с пьесой современной, все-таки вот Вашкевича «Спящие» написал, это такой, как бы сказать, это ведь такая пьеса, которая, ну, он ее просто придумал. Ну вот, как, знаешь, не было никаких у него ни адаптаций, ни заказов из театра, ничего. Он просто взял и написал пьесу такую. Как тебе кажется, как тебе эта работа была? Вопрос о Пьесе или о Зуме? О чем вопрос? Давай три вопроса. Кашашуновас, что для тебя работа с Кашашуновасом была? Что это было? Ну, мне там роль была, так сказать, по объему не очень-то большая. Ну, важная. Он мне слишком много внимания не обращал, но я на него обращал внимание все время, потому что я очень рад, что вот хотя бы такая вот, ну, трудная ситуация, она хоть в одном проекте свела вместе, потому что я, мне кажется, что я чувствую, как он думает. И уследить за его ходом мысли, обратить внимание как раз вот на эти детали и способность, очень коротко и просто сформулировать проблему и предлагать решение, это, я думаю, одно из самых ценных качеств режиссера. И я просто от этого получил удовольствие, ну, просто как соучастник, да? Мы роль не разрабатывали, концепцию там некогда. У нас были ведь две небольшие репетиции, и мы читали онлайн. Что касается Зума, если можно перейти. Ну, мне просто спасибо, что мне пришлось с ним в одном проекте участвовать, я этому очень рад. Во-вторых, что касается Зума, тут мое отношение неоднозначное. Это не выход в театру. Это есть какой-то способ выживания, может быть, экспериментальный, но абсолютно только в таком случае, если это онлайн, если это вживую. Запись спектакля, уже подготовленные там какие-то концептуальные вещи, костюм, это все, это для меня уже нет, это мне неинтересно, это дохлая рыба. Как бы не были красивы костюмы, а то, что там мы, так сказать, пришли к одному решению, там будем сидеть в таком плане, будем черно-белыми одеты и будем контактировать вот через объектив. Не так, что я на тебя вниз или направо-налево смотрю, а через объектив, то есть через зрителя. И понимаете, то, что я почувствовал и что, как я был рад, что это сформулировал, я расскажу новость, что в принципе мы могли это просто и слушать, не только смотреть, а слушать. Это как бы радио, с одной стороны. Спектакль происходит в головах воображения зрителя. Так это и есть. Спектакль не происходит на сцене, он в головах воображения, в мыслях зрителя. Там рождаются эмоции, сочувствие, сопереживание. Там не на сцене, нет, нет. Ну, если можно такое сравнение, вот вы смотрите финальную игру по хоккею, чемпионат мира. И смотрите онлайн. Или вы смотрите на следующее утро ту же самую игру, ту же самую, но только уже видеозаписи, когда вообще-то, ну, вы можете его и не знать, но результат-то уже известен. И все. Все, не то уже. И всех эмоций уже не будет. Ну, ты можешь, а вот тут была ошибка, тот ошибся, там, ай, промахнулся, там, ну, зачем он подножку поставил? Ну, это не те переживания, ты не соучаствуешь одновременно. Ну, нельзя же смотреть шоу поваров и кушать одновременно. Ну, то есть, но... Блюдо еще не готово. Да нет, нет, ну, человек, в первую очередь, кушает глазами, он наслаждается пищей глазами, носом, запахом, потом своим воображением, ассоциациями. И только тогда он берет что-то и кладет в рот. Он подготовлен наслаждаться вот этой маленькой, не знаю, там, рыбой, семгой, может быть, или не важно, что. Но можно читать поварскую книгу с воображением, но, что обязательно, без картинок. Если поварная книга с картинками или меню, ты ходишь в ресторан, и там уже сфотографированы эти блюда, как они будут выглядеть. Знаете, мне неинтересно, я прохожу мимо, но если уж не очень голоден, то прохожу мимо. А я беру вот черно-белый, только написано описание блюда, что там в нем есть, что, во что завернуто, и как это так. И мое воображение. Я могу наслаждаться поварской книгой, беря в помощь свое воображение. Вот так это можно делать. Так это можно делать. Я хочу тебе сказать, что я все время говорю о том, что у зрителя, у каждого зрителя в зрительном зале, он получает общую эмоцию от своих соседей, с кем он сидит рядом, делит это помещение, ну, как бы это место. Но при этом все равно спектакль даже, который происходит на сцене, вроде он выверен, и все. Но для каждого зрителя он отдельный, потому что я вижу это справа, например, да, сижу в зале, и я вижу в ракурсе сцену в одном. Мой друг сидит слева, ну, вот купил билет в другом конце зала и видит это в другом ракурсе. И в какой-то момент он не видит одного актера, а видит другого актера. И для нас, для нас, с ним, с моим другом, который пришел в этот самый зал, в этот же самый спектакль, мы видим разные спектакли. Просто потому, что у нас, ну, как шахматные фигуры на картинке, они складываются в разные стороны. Ну, то есть у нас разный взгляд. И у нас у каждого есть свой жизненный опыт, который у нас возникает, когда мы слушаем то, что происходит на сцене. Сюжет или отношения, или какие-то диалоги нас задевает. А кого-то это не задевает, а задевает совсем другое. И у нас у каждого все равно зрителя в театре выстраивается в голове свой спектакль. Ну, вот именно в голове. А где же еще? Да, конечно. В голове и в сердце. Конечно. Потому что театр, в котором участвует только голова и только, ну, так сказать, аналитическая сторона, разум, ну, это как, ну, не знаю, ну, это неполноценное впечатление. Это как что-то инвалидное в этом есть. А вот именно вот и в голове, и вот подключать надо эмоцию. И дать себе, разрешить себе, ну, повести себя за какой-то линией. А не просто сидеть со стороны и наблюдать, и оценивать. Не, ну, так тоже можно делать, но так вы лишаете себя большого удовольствия. Дать себе разочаровать, дать себе развеселить и чем-то удивить. Вот мне было такое счастье, я участвовал в двух таких двухнедельных семинариях и в Ленинграде тогдашнем, в Гитмике, и у нас еще в Риге приезжал Аркадий Осипович Кацман. И это, вообще-то, был курс для режиссеров, но наш педагог Ленинш был настолько мудрым, что он сказал, вы туда идите и слушайте. Вам не надо будет сдавать экзамен, но вы идите и слушайте. И вот он определил, вообще-то, одну из главных задач режиссера. Надо ответить на вопрос, а чем удивлять будете? И рассказывал, разбирал, анализ пьесы по событиям. Ну, сейчас это считается очень старомодно. Ну, так же, как старомодно может быть система кровообращения в человеческом организме, функция этих органов. Это тоже очень старомодно, да? Ну, это основа жизни, как это все функционирует. Гундерс. Я очень много, за эти две недели у Кацмана получил столько информации, с которой я до сих пор в своей памяти стараюсь рыться, там что-то искать. Это довольно глубоко уже, но могу находить. И когда мы были первый раз в Петербурге, это было, конечно, в 2002 году, я посмотрел дипломный спектакль Андрея Прикотенко «Царь Эдип». Там трое актеров, Ксении Рапопорт, с которой мы, кстати, тоже были вместе в этом спящем. Такой молодой актер по имени Тарас, я уже имена, плохо забываю, не помню. Но мы потом после спектакля, ну, как-то познакомились, я подошел, сказал, что мне это понравилось, что мы пойдем поужинаем, выпьем пиво там, что-то. Зашли в такой полуподвальчик, начали разговаривать, ну, я просили, чтобы я себе что-то рассказал. Я сказал, что так-так-так, и что с русским театром, советским в то время, как называлось, у меня был контакт, ну, я тут воспользовался случаем, встречался, и что-то почему-то поучился у Аркадия Осиповича Кацмана. И я до сих пор помню лицо Ксении Рапопорт. Оно засияло. Я стал другим человеком в ее глазах. Это как бы я бы общался с каким-то святым. Вы знали Аркадия Осиповича? Да, я говорю, мы знали, мы еще по всей Риге искали его пыжик, которого сперли из гардероба в художественном театре. Не нашли, но искали. Ну, да, так было, да. Так что, ну, тогда я это, конечно, не оценил, но вот 20 лет спустя я сказал, что я знаю этого человека, я его не учился, мы посещали его занятия, он приезжал к нам в Ригу, так это вы общались, не знаю. С каким-то очень мудрым, очень святым человеком. Вот это только ты оцениваешь потом, через какое-то время. Вот с кем ты встречался, кто на тебя повлиял. Это влияние, ты понимаешь, очень большое время после того. Скажи, пожалуйста, Адольф Яковлевич Шапира. Ну? Ты сколько спектаклей с ним сделал? Ну, то есть он со мной делал. Ну, я не вижу, что твое участие в его спектаклях какое было. Он меня пригласил, но как-то вот наше сотрудничество, что-то там до конца неясно было. Это был первый спектакль, когда я пришел. Это «Разъяренный червь», «Сарминута Аслыяка». Потом еще тоже «Гунар», «Приеды», «Снежные горы», «Снегутые калуны». Потом я, ну, это уже был ввод. Я играл в его спектакле «Праздник ожидания», где пожилые актеры играли детей, а молодые родители. Ну, это был ввод. И что еще? А, ну, тогда я участвовал, ну, там тоже был трагический случай. Вот его курс, он заканчивал. Они ставили дипломную работу Александра Хмелика, а все-таки она вертится. Мальчик такой обрядельный, который должен был играть главную роль, он погиб. Это было весной, месяц-полтора до выпускного вечера, до дипломного спектакля. Ну, что делать? Ну, уже спектакль уже начали делать, другой найти уже не успеет. И я, ну, я тоже ввелся в эту роль. Он там работал, конечно, с студентами. Но я же не дурак, я же слушаю, что, я смотрю, что они делают, какие они ошибаются, и как он их направляет. Интересно было за этим наблюдать. Ну, конечно, он уже величайший федеролог. Очень мудрый. Ну, человеческие отношения, ну, там были, это просто. Вот человек, вот человеческие качества и профессиональные качества, они не всегда идут параллельно. Ну, там были конфликтные ситуации, было непонимание, там вообще назревал конфликт с труппой. И тут не только один Раймонд Паус виноват, ну, абсолютно, он меньше всех виноват. Ну, там этот кризис назревал, но он созревал, это уже все поняли и, ну, чувствовали. Ну, как раз в это время очень сложно было. И я не хочу тут, ну, тут нет одного виновного и одной жертвы, и другие все виновные. Ну, я так это не был. В театре так часто бывает. В какой-то момент вдруг, это как в семье, да? Муж и жена понимают, что больше не могут быть вместе. Ну, так бывает в театре тоже. Но это каприз. Но это тут тоже надо различать. Это каприз и просто несходство характеров, или там уже причина... Выработка жизненных сил вот этих. Я вот это имею в виду. Когда вырабатывается какой-то ресурс, когда люди понимают, что, ну, вот так. И это бывает очень болезненно для какой-то страны. Да, ну, так может быть, Женя. Но я и не могу согласиться с теми, которые однозначно определяют Раймонда Паузова, убийца театра, Адельфа Шапира, жертву и изгнанного. Так не было. Тут проблема намного серьезнее. И почему так сложилось? Почему это так пошло? И это уже не только... Это еще какое-то время пройдет, и, наверное, кто-то как-то все равно сформулирует. Потому что это болезненные вещи тяжело сразу. Понимаешь, ну, тут два раза в одну реку не вступишь. Ну, как и сложилось, раны заживают. И не надо терзать. Ну, понимать об этом подумать можно. Но публично опять эту проблему вырывать и выкапывать, выкапывать и осуждать, и судить кого-то. Ну, не надо. Скажи, пожалуйста, у нас с тобой осталось немножко времени. Программа, видишь, какая короткая. Но я добавлю, на том же письменном столе, с той же авторучкой, с которой Раймонд Паулс подписал приказ о реорганизации, не о ликвидации, а о реорганизации театрова, молодежного тогда. Он был сначала тюрьм, потом на том же письменном столе, с той же ручкой он подписал приказ о создании нового рижского театра. Так что это довольно не так однозначно. Да. Скажи, пожалуйста, вот у нас сейчас с тобой осталось совсем немножко времени. Я думаю, что мы с тобой продолжим. Да, это очень быстро. Мы с тобой продолжим разговор как-нибудь обязательно. Потому что это история латышского театра через тех, кто в нем участвует. Это так интересно. Это вот ты рассказал сейчас 70-е, 80-е годы. И то чуть-чуть совсем. Я, например, вообще об этом мало знаю. Мне это очень интересно услышать. Я хочу сказать, ты сейчас принимаешь участие в воспоминаниях про Далис театр. Далис театр отмечает столетие, правильно? Да. Выпало это столетие вот на такой сезон неудачный, когда ничего невозможно сделать. Это прямо какая-то проверка на крепкость этого театра, мне кажется. Скажи, что для тебя Далис театр? Вот если сказать три главных слова, ты можешь сказать три главных слова, которые для тебя ассоциируются с Далис театром? А мы потом продолжим с тобой этот разговор в новом году и продолжим с этого. Это, наверное, формирование меня как актера через все противоречия. Это период, когда человек воспринимает больше всего информации, осваивает и может, если хочет, может учиться. И это был путь, ну, скажем так, начало само, это одно, это учеба, а потом я в нем работал 17 лет. Я работал и в Арсенкове, и с Лилитой его Золине, и с Мидзой Мартинсоне, и со многими, очень многими. Я на сцене стоял со звездием всего, ну, почти всего театра, которым, ну, те, которые уже при Смильдисе работали, ну, вот такие музейные люди там ходили, как старые мхатовцы, да? Я с ними стоял на одной сцене, я с ними играл вместе. Это очень большой такой объем от отрывок времени. Но я там создавался как актер, а вот когда я перешел в Новый Рижский, то уже я имел под собой почву материал с удачами, с навыками, с ошибками, с промахами. И тогда я мог как-то открыться по-новому, в новом качестве. Ну, так мне судьба сложилась. Без того, чего я прошел в Дайлес театре, в художественном театре, я, наверное, бы не смог сделать того, чего я сегодня сумел сделать. Гундерс, ну, продолжим, ты мне обещаешь? Да, да. Конечно. Конечно. Ну, что там? Что там случилось? Пауза техническая. Ну, я что-то должен прочесть? Прочтишь стихотворение, которое мне научила Наталья Шапорина, художника, которая делала костюмы в фильме «Лимузин цвета белая ночи». Мы с ней тоже там сидели. Она сказала. Ей один ленинградский человек сказал такое стихотворение. Один пастух, большой затейник, сел без штанов на муравейник. Тем возглавлять хотел он кров гостеприимных муравьев. Но муравьи бывают круты, когда им причиняет зло. И через одну или две минуты он завопил на все село. Он муравьями был искусан повсеместно. Мораль? Не занимай ответственного места. Спасибо, Гондон, большое. Я не знаю, кто автор. Я воспользовался паузой, что у тебя было какое-то, ну, наверное, техническое какое-то. Да. Спасибо большое. Спасибо большое, Олег.